Каникулы закончились. Во всех школах страны сегодня большой праздник – День знаний. В Нинесском округе в первый раз в первый класс отправились 686 ребят. Для них прошли торжественные линейки во дворах школ и прозвенели первые школьные звонки. Как это было в материале Ольги Русул. Точка, а как у тебя настроение? Все хорошо. Полуешься? Да. В доме первоклассницы Саши Бикетовой с самого утра витает легкое волнение. Девочка проснулась раньше обычного. Школьная линейка первая в жизни намечена на 10 утра. Все готово. Но Саша еще раз проверяет рюкзак. Перекладывает тетрадки. С удовольствием в этом ей помогает четвероногий друг и товарищ кот Яша. Вот мое пожелание, чтобы я училась только на одни пятерки. Родители радовались, все радовались. Трудности не боишься? Домашнего задания? Буду думать. Не меньше Саши за предстоящие события переживает мама. Ведь от первой встречи со школой зависят все 11 лет учебы. Важно, чтобы знакомство прошло на высшем уровне. Мария помнит свое первое сентября и хочет, чтобы дочкины школьные годы были еще лучше. Я думаю, она вот придет, сядет за свою парту, у нее вот откроется какое-то, я не знаю, желание учиться, познакомиться со своим первым учителем. Это все-таки первая встреча, очень важное событие. Все готово, пора поспешить на линейку. В этом году она проходит на открытом воздухе во дворе школы. С погодой повезло относительно. Холодно, но без дождя. У ворот уже толпятся одноклассники. Настроение, как говорится, боевое. Буду учиться, стараться на одни пятерки. Готова к школе полностью? Да. В первом классе я буду заниматься и учиться, думаю. А как будешь учиться, хорошо? Да. В не меньшем волнении классный руководитель первого Б, где будет учиться наша героиня. Наталья Торопова в первый класс идет в шестой раз. И несмотря на это, каждый раз переживает, какой будет эта встреча. Удастся ли праздник. По мнению опытного педагога, главное, что должен взять с собой в школу каждый ученик – это стремление к знаниям. Ребята должны понимать, что они идут в школу, что это труд, что это тяжелая работа. Поэтому дети должны быть, конечно, устичивыми, дети должны быть трудолюбивыми и обязательно уметь слушать учителя. Директор школы Юрий Канев напутствует новобранцев. А их в первой городской школе 83 человека. На долгую, успешную учебу. Сегодняшний день для него тоже волнительный вдвойне. Начало учебного года и среди первоклассников его младший сын. Это как большой пароход от школы, а они по океану знания. И впереди большая дорога. Много лет учеб. Учиться сложно, интересно. Поэтому я желаю нашим первоклассникам успехов в этой непростой дороге. Учиться, учиться и еще раз учиться. Первоклассники в ответном слове в стихах обещают педагогам, что оправдают доверие сторицей. Будут учиться прилежно и только на хорошей оценке. Буду много лет учиться. Не зевать и не лениться. Старшеклассники передают новобранцам подарки от губернатора Ненецкого округа. Увесистые ранцы со всем необходимым каждому школьнику канцелярским набором. Тетрадками, ручками, линейками и прочими принадлежностями. Звенит первый школьный звонок в 2021 году. А первоклассники расходятся по своим классам на первый в их жизни урок. Знакомство с учителем и одноклассниками. Наша героиня Саша Бекетова делится, что впечатлений масса школа не разочаровала. Да, понравилось. Здорово в школе? Да, очень. Что тебе особенно понравилось? Мне вся школа понравилась. Всего в этом учебном году в Ненецком округе в школу пошли более 6 тысяч детей. Все учебные учреждения готовы к работе.